Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня предлагаю поговорить о Национальном парке Припятский и о фестивале «Зов Полесье». Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь к нам. Николай Николаевич Бомбиза, начальник отдела охраны природных комплексов лесопользования и охотничьего хозяйства Национального парка Припятский, заслуженный лесоот Республики Беларусь. Родился в 1954 году в деревне Лясковичи Петриковского района. Окончил Белорусский государственный технологический университет. Трудовую деятельность начинал в Петриковском лесничестве. В 1987 году назначен главным лесничем Припятского заповедника. А через два года возглавил коллектив. В 1999 году занял должность председателя Комитета рыбоохраны при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. С 2001 по 2011 год был генеральным директором Национального парка «Беловежская пуща». Затем работал первым заместителем председателя правления Республиканского совета Белорусского общества охотников и рыболовов. Нынешней должности с 2012 года. На вопросы, которые касаются деятельности Национального парка «Припятский», прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер номер 8029-340-043-3. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте, Оля. Готовясь к программе, узнала о том, что идея создания в Полесье болотного заповедника появилась еще в 20-х годах прошлого века. Звучит, может быть, не очень привлекательно, да, болотный заповедник. Но это место уникально для Европы. Если коротко, что можно увидеть только у вас? Я вам хочу сказать, что идея создания заповедника на нашей территории принадлежит пану Кеневичу в 1912 году. Но потом революция, гражданская война, разруха. Не до этого было. Не до этого. Не до этого. А потом и вопрос поднимался правильно, потому что у нас можно увидеть, самое главное, это болота. Понимаете, растительность на болотах. Припойменные эти террасы. И река Припять. Но самое ценное, что вот на нашей территории, это болота и поименную разлив реки Припять. Когда Припять из 150 метров превращается в массив воды 12-15 до 35 километров, до 40 даже местами. Это только в этом месте? Больше нигде? Да, только в этом месте. В стране подобного не увидишь. А на сегодняшний день, она же загнана Припять в дамбы, в Брестской области. Слева дамба, справа дамба. Уже населенные пункты отдамбированы. А у нас вот это срединное течение Припяти, она река в естественном состоянии. Поэтому здесь нерестилище можно увидеть. Хотя, понимаете, рассматривался вопрос о том, чтобы туристов возить, показать процесс нереста. Ну, пришли к выводу, что в старые добрые времена, когда шел нерест рыбы, в церквях был запрещен звон колоколов. Чтобы не мешать природе. Ну, такой самый важный процесс. Это же для Полишука раньше пчелы – это был мед, а рыба – это была жизнь. Потому и селились. Да, да. Возле Припяти. И еще самое главное, что сенокосый травостой, уровень урожайности травы этой, зависит от воды. Если паводка нет, нет воды, нет корма, нет молока, нет мяса, нет всего. Поэтому наши люди, то есть предки наши, напрямую зависели от природы и, в частности, от реки Припять. Ну, а мы можем уже только здесь теперь увидеть, как все это выглядело и как наши предки жили в этом регионе. Вы знаете, что у нас еще на пойме сохранились и борти, то есть это колоды улей. У нас полностью сохранились и травостой, и все, ну, немножко там. Потому что на самой территории национального парка сенокошение производится постоянно. Может быть, нам столько сена и не надо, но надо подготовить, не расти, лишь надо. Это тоже хлопотное такое хозяйство. В первую очередь, нацпарк – это территория с природоохранным режимом. Да, в первую очередь. А сколько у вас есть редких видов растений, животных, включенных в Красную книгу Беларуси? У нас много. Вот взять, у нас 62 вида животных, так, из них там 5 видов копытных. Но к Красную книгу относится европейская норка, потому что ее полностью американская норка выдавила. Зубр, ну, это красная книжка. И еще другие животные. Реально увидеть, да? Зубра можно приехать и посмотреть? Да, зубра реально увидеть, потому что даже не то, что там какой-то демонстрационный вольер, а в естественной среде, в лесу можно увидеть, потому что ведется наблюдение за их жизнедеятельностью. И поэтому в любое время дня и года, суток вам могут показать… То есть сотрудники ваши знают, где конкретно, да? Мы знаем, где они находятся. Мы контролируем это дело, ведем учет, потому что гибель каждого зубра – это, понимаете, головное дело. Ведется расследование, когда меньше. Имена есть у зубров? Есть. Или у них номера? Нет, нет. Они же… Название их, притоки, приток есть зубр, это самое. И все называются по-своему. Балута, Припять и пойменные Дубравы – это три основных направления, по которым сотрудники на Аспарка ведут научную деятельность. Вообще, новости о белорусской природе такие достаточно тревожные в последнее время. Реки мелеют, Дубравы усыхают, болот вообще больше нигде не осталось. Вот территории нацпарка коснулись экологические проблемы? Ну, отвечу на первую половину вопроса, что касается деятельности научных сотрудников национального парка. Я вам хочу сказать, что гидрологический режим, специально есть должность научного сотрудника гидролога, который постоянно, ежегодно ведет замеры уровня грунтовых вод. Есть скважины, например, 25 километров маршрут такой, на этом маршруте через определенное расстояние находится скважина, и ведутся замеры, то есть под жесточайшим контролем находится уровень грунтовых вод, понижается, они потом рисуются графики, и на научно-техническом совете это все дело обсуждается. И как сейчас дела с Припятью? Ну, нормально с Припятью. Есть высшие подъемы воды, низшие. Я думаю, что за этими сухими годами пойдут, наверное, и мокрые годы. Это еще выводы какие-то делать. Что касается Дубраву, ну, первое, что на Дубраву подействовали, или рация, уровни грунтовых вод. А на территории у нас находятся старовозрастные насаждения. Вот они-то в первую очередь страдают, потому что они не могут перестроиться. А молодые Дубраву, которые вот сейчас зарождаются, у них все возможности есть, и все признаки того, что они со временем превратятся. Это отпадет. На то он и национальный парк или заповедник, чтобы в естественной среде наблюдать. От момента, так сказать, когда появились эти деревья, до момента, когда оно вырастет, падает, заселяется вторичными там этими разными. Вот Дуб, который уже ослабленный, его заселяет дубовый жук-усач такой есть. И жук-рогаш. Роги такие, как оленя. Может, кто видел, они это самое. И жужжилица. Вот это, понимаете. Выпадение одного дает жизнь другому, потому что без позвоночника на территории национального парка установлено 3060 номинований. Ну, к ним, я думаю, что не с таким трепетом вы относитесь, как к зубрам, например. А вообще самые старые деревья в национальном парке. Ну, дубы. Сколько им лет? Дубы? По 600, да. Дубы, конечно. Даже такие есть? Да, по 600 лет дубы. Сори, буквально. Николай Николаевич, болото, территория, большая площадь, которая занимает болото? Порядка 14 тысяч гектаров. Ну, наши болота, они же сразу переходят, вот, Столинский, это городовский полигон, Альманские болота, эти, все идет туда. Это большой массив. Громадный массив. Для Европы даже это громадный. Если никакой хозяйственной деятельности не ведется, если болото это не трогается, то с ним ничего и не происходит, да? То есть оно в таком виде, как существовало сотни лет, так же оно остается? Либо какие-то изменения происходят с этой территорией? Понимаете, ничего не происходит. Наоборот даже. Вот была экспедиция под руководством генерала Жилинского. Была крупномасштабная милиарация на Полесье. Очень много они, это самое, осушили. Но на сегодняшний день, с момента организации заповедника, идет процесс вторичного заболачивания. То есть все возвращается к истокам. Сегодня, да. Сегодня почти все леса в Гомельской области закрыты для посещений. Из-за того, что погода такая сухая и жаркая в последнее время. Как у вас дела в Национальном парке? Бывают пожары? Бывают. Из-за чего? Из-за чего, в основном, у нас горят болота. А почему болота? Болота из определенных интервалов, там, 5-7 годов, население. Клюква. Клюква, да. Она мельчая. Начинается с годами. Вот за 5 лет. И люди просто берут и выпаливают. И нам это... А тушить болота, это, поверьте мне, это каторжная работа. Во-первых, там нехватка воздуха, жара такая. Даже такое бывает, да? Пожар на этой территории? Ну да, жара. И технику там нельзя, прям все вручную. И лесники идут, и рабочие до 10 километров надо идти пешком. 20 килограмм воды на плечах. А это не запрещено на территории нацпарка собирать ягоды? Запрещено выпаливать. Нет, выпаливать, понятно, конечно, запрещено. А даже ягоды собирать? Для местного населения есть отведенные. А, есть отведенные места. Квартал, и все. Как же? Ну как, мы волка охраняем, зубра охраняем, всех, а человека, который сидит на вершине вот этой иерархии, вдруг его надо выбрасываться. Если он местный человек, ему можно, наверное, поймать там ту рыбку, собрать ягоды, собрать рыбу, но в строго определенных местах. Ну, я думаю, что не там, где волка охраняется. Нет, не там, не там. Ну, это самое. Вот они немножко и шкодничают. Ну, не без этого. Ну, это не немножко. Это серьезная проблема, потому что пожары на болоте это проблема для всего района. Ведутся профилактические работы, подборный обход делаем с каждым человеком. Это же у нас целая система охраны. Лесничество, лесничие, мастера, помощники. Ну, это лето без происшествий пока такое жарко. Ну, пока да. Николай Николаевич, а вы охотник? Вы охотитесь? Охотник. Правда? С детства охотник. Ну, я вам скажу, что после охоты на Сахалине, охота в Белоруссии, мне кажется, очень такая облеклая. Вот как? Да. Интересно. А почему? Ну, потому что там охота на медведя. И для сахалинцев кабан какая-то страшная угроза. Как нам медведь. А это самое. А они кабана боятся очень. Медведя не боятся. А в национальном парке Припятске на кого можно охотиться? У нас есть охотничье хозяйство. И зона, где разрешается. Можно охотиться на кабана, к сожалению, сейчас нету. Африканская чума. А так можно на лося, на оленя, на Даниэлей, на косулю, на козла. Потому что самки, это закон такой, что самку стрелять нельзя. Мать, она должна производить потомство, а не убивать ее. Вот и все. Потеря кабана, круг и значимость охоты, как экономической деятельности. Потому что раньше национальный парк получал около полтора миллиона долларов от охоты. А сейчас? А сейчас? Сейчас 300. А почему? Ну, потому что нет кабана. А, то есть основной, да? Да, ехала группа 15 человек. Понимаешь, отстреливали. У нас его было очень много. Была охота на гуся, на перелетную птицу. Ну, тоже после некоторых событий наши повели себя так, что это само... Государство повело себя так, что иностранцы уже не едут больше к нам. Едут в Сербию, в Хорватию. Где более отношение людское к этому делу? Ну, были, значит, причины серьезные. Потому что какая-то инфекционная болезнь, это, наверное, ну, тут риск не стоит того удовольствия, которое может быть от охоты. А вообще для того, чтобы поохотиться в нацпарке, что нужно? Нужно разрешение получить? Да, надо заявочку сделать, указать какой вид. Дорогое удовольствие? Ну, знаете, благосостояние белорусского народа по-разному. В одних денег много, в других средние, а в третьих вообще ничего нет. Ну, у вас же есть утвержденный предскурант. Есть предскурант, и там все это самое, все расписано, но есть туры. Понимаю, когда иностранцы, для иностранцев у нас совсем другая цена, которая в десятки раз выше, чем для белорусов. Ну, это и правильно. Да, потому что иностранец, он не платит налоги, он не живет в этой стране, там и рад других причин. Конечно. Но с экономической точки зрения, один иностранец, это 300 белорусов, если вот продать тур, пакет, условно. А белорусское сафари, это реально, что оно собой представляет? Белорусское сафари, это такой вольер, порядка 8 тысяч гектаров, где есть в достаточных количествах животный мир, копытные, улучшенных или повышенных трофейных качеств. Понимаю, там рогачи, олени хорошие, которые стоят уже большие деньги. И на каком виде транспорта это осуществляется? Ну, подъезд туда автомобильным транспортом, а в основном время пешком. А дальше уже пешком? Пешком. Николай Николаевич, мы спросили у местных жителей, что обязательно нужно увидеть в Национальном парке Припятский. Давайте выслушаем их мнение. Музей природы, это обязательно нужно увидеть. А так вообще ляскаючи все. Здесь, это деревня действительно для жизни пригодна. У нас хорошая природа. У нас хорошая земля, и люди у нас хорошие. Можно посмотреть интересного в музее новые экспонаты. Сходить, посмотреть в церковь, какая она красивая. Я привозил сюда делегацию с Ленинградской области дважды, и нашего вице-губернатора, директоров хозяйств Ленинградской области. Мы были восхищены и производственной базой, и охотхозяйством, и рыбными ресурсами, и как это все организовано. Музей тоже неплохой. Здесь тоже были с друзьями, с родителями. Ну что можно сказать? Хорошо здесь? Обязательно нужно увидеть в ляскачах наш музей. Природа нашу красивую. Можно съездить на сафари, покататься на теплоходе дальше. В принципе, все, кто приезжает, все довольны, много музей, экскурсии проводятся много. Не знаю, даже церковь у нас многие посещают. Вообще здесь хорошо. Прогулки, теплоходы, не знаю, ну всем нравится, как бы все довольны. Вы смотрите «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь о Национальном парке Припятске. Мы говорим сегодня. Николай Николаевич, ну и видно, да, что люди с любовью действительно относятся к своему краю, ценят то, что им досталось от природы, и то, что удалось сохранить. Какое их историческое наследие. А сколько туристов к вам приезжают, чтобы все это увидеть своими глазами? Ну, порядка 25 тысяч. Из них, да, в год. Из них 3,5 тысячи иностранцев. Ну, иностранцы в основном это экотуризм. Орнитологи идут, птиц пофотографировать, посмотреть. Охотники на перелетную птицу, на олени, на рову. А то, что вот люди довольны, понимаете, надо отдать должное, что в Лязьковичи были все такие деревни, которые перспектива была одна. Ну, вот благодаря вот такой уровень в деревне, эту задачу поставил президент. Сейчас вот год малой родины. А для нас год малой родины начался, ну, 15 лет назад. В 90-х годах, да. В 90-х годах. То есть у вас уже буквально лет 20, наверное, малой родины посвящены. Вся деревня сошлась на первый визит президента. Вот он нам поставил задачу. Побещал помощь. Он свое слово сдержал. И мы сдержали. И сейчас нам приятно, что. Лязькович, вот люди местные разобрали, что для жизни есть все. И природа тоже вокруг, Лязькович. Есть что посмотреть нам, нашим детям и нашим гостям. Понимаете? Да, мы сохраняем это для себя. И мы, конечно же, можем это показывать другим. Мы можем этим гордиться и мы можем зарабатывать. Они гордятся. Вы посмотрите, какие вот у всех, кто там местный, даже гости. Я смотрю, россияне. Они гордятся тем, что они вот в Белоруссии, на Полесье. Такой деревне, которая... Да, я думаю, что это вам, конечно, приятно. Потому что вы здесь родились и вы все моменты истории этого населенного пункта хорошо знаете. Какие виды отдыха, так если подробно, потому что мы уже о многом поговорили, но если конкретизировать, то Национальный парк Приписки, помимо того, что это, конечно же, природоохранное учреждение, это еще и большой такой центр отдыха. Расскажите, пожалуйста, что вы предлагаете? В первую очередь, это центр экологического просвещения. Потому что посещение людьми Национального парка, экологические маршруты предлагаем. То есть тот ущерб, который наносит человек, когда находится в природе, он оправдывается тем, что человек при выходе из природы уже абсолютно другой человек. Он уже не только себя уважает и своих соседей, он уже уважает этот животный, растительный мир и свою среду обитания. Вот это самое главное. А мы предлагаем с точки зрения выходного дня, там бюджетное, ну, ясное дело, что все хотят заплатить поменьше, а удовольствие получить побольше. Поэтому есть кемпинги, где прямо на берегу реки, там 35 рублей, вот если так, гостиница, условия такие, как гостиница, вода, кровать, холодильник. Для желающих полностью осуществить себя на природе, палатки, есть специально оборудованные стоянки, там платишь 10 рублей за вообще это удовольствие, потому что там дрова постоянно есть, навесы специальные, солнце, тень. И люди там отдыхают и получают удовольствие. Да, то есть варианты такие для любого туриста, на любой кошелек. А что касается спектра услуг, то все, что связано с водным туризмом, да, с рекой. С услугам, лодки, катера, прогулочные катера. Есть переоборудованные буксиры, где 8 мест, все, кухня, душ, туалет. Ну, это само собой. И путешествовать, да, и без этого уже нельзя сейчас. Путешествовать по территории нацпарка можно только с сопровождением? Только в сопровождении гида. Да, понятно. А рыбачить? Рыбачить, ну, по-разному. Если берешь путевку, есть зоны, где можно только самому, на своей лодке, все. Есть территория, на которой проводятся только рыболовные туры. Это уже дорогое удовольствие. Ну, я думаю, что сейчас самое время увидеть все своими глазами. У нас есть сюжет. Покажем и музей природы, и местные красоты. Смотрите, пожалуйста, вместе с нами, а потом мы продолжим наш диалог присоединять. Музей природы в Национальном парке Припятский открыли в 2012 году во время проведения второго фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». По большому счету, музей сразу задумывался как оригинальный, не имеющий аналогов в Беларуси, туристический объект. Здесь действительно есть на что посмотреть. Начиная от зала, где представлены основные виды обитающих на территории Национального парка животных, до нескольких этнографических экспозиций, отражающих быт полешуков во второй половине XIX века. При этом сотрудники музея обязательно обращают внимание. Жизнь местных жителей легкой не была. Однако считать этот край богом забытым уголком будет неправильно. В конце концов, еще в XI веке в этих местах проходил знаменитый путь из Варяг в Греки. А полтора столетия назад в районе Лясковичи реализовывался проект, который уже тогда в Европе признали уникальным. В конце XIX века на этой территории работает экспедиция генерала-лейтенанта Иосифа Ипполитовича Жилинского, которые занимались осушением болотных низменностей. Это был настолько уникальный проект, что на Парижской выставке 1878 года он получил золотую медаль. И за 20 лет работы экспедиции только на территории национального парка было осушено 23 тысячи гектаров болотных низменностей. Впрочем, посещают национальный парк Припятский не только любители полезской истории. Италия, Германия, Польша, США, Швейцария. Это неполный список стран, представители которых приезжали сюда для того, чтобы принять участие в охоте. Хотя добывать трофеи в национальном парке не обязательно. Пожалуй, даже больше, чем охотников, сюда приезжают просто любители природы. Единственный парк, которым имеется именно сафари-парк, который составляет 9,5 тысяч гектар. И в основном все люди хотят посмотреть на животных, которые, естественно, среди обитания живут. И в основном все люди, туристы хотят именно посмотреть. Ну, конечно, у нас Припять. И у нас речные прогулки есть и на теплоходе, и на моторных лодках интересуют. И также у нас считается одним из самых больших музеев природы по Беларуси, которые действительно уникальны и на самом деле интересны. В отделе туризма национального парка Припятский озвучивают статистику. Начиная с 2012 года ежегодно сюда приезжает в среднем более 20 тысяч туристов. Впрочем, в этом году их количество должно значительно возрасти. Сегодня в Лясковичах активно готовятся к проведению 9-го фестиваля этнокультурных традиций Зов Полесья. В эти дни уточняется состав участников и список запланированных к проведению мероприятий. Кроме традиционных конкурсов региональных подворий и национальных кухонь, в программе, вероятнее всего, появятся и новые мероприятия. Однако, каким бы ни был окончательный вариант, одно совершенно ясно. Это будет масштабный и запоминающийся форум. Каждый год он наращивается. Я скажу, начинали, первый был 10 тысяч, последний был 30 тысяч. Я думаю, что будет в этом году не меньше. Судя по тому, какие идут звонки телефонные и так далее, в интернете какая идет, вокруг этого ажиотаж. Поэтому людей будет намного больше, однозначно. Ну и я хочу сказать, что стало намного больше организаций народных, творческих коллективов, которые хотят попасть и представить себя. Это не только касается Белоруссии. Это и Россия, это и Литва, и Польша и так далее, и так далее. Вы смотрите диалог Николая Бомбиза, начальник отдела охраны природных комплексов, лесопользования и охотничьего хозяйства Национального парка Припятский. Заслуженный лесовод Беларуси сегодня у нас в гостях. Николай Николаевич, фестиваль «Зов Полесья» действительно визитная карточка культурная нашего региона и Лясковичей пройдет совсем скоро на территории Национального парка Припятский. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, он отражает идею свою изначальную знакомить с бытом, с традициями самобытного, старинного Полесья? Конечно, отражает. Почему? Потому что каждый район, в том числе и Национальный парк, будет представлен своим подворьем. А на подворье будет представлен уклад, жизненный уклад XX века. Потому что в теперешний век это уже прогресс большой, а то, что было раньше. С уколом историческим будет 8 районов Гомельской области принимать участие. Это вот 8 подворьев. И 3 района будут в Брестской области. И будут гончары, и плотники, и рыщики, и кузнецы. То есть мы увидим то Полесье или ту Белоруссию, которая была 100 лет назад. Вот и приятно, ткачество будет. Поэтому приятно, что вот есть где показать то, как мы жили. Во всем многообразии. Это и танцы, и песни, и пляски, и народные ремесла, и народная кухня, и народный быт. Все, как мы жили, чем мы жили, какими мы были. Все это удается воссоздать. С какими впечатлениями гости фестиваля уезжали? Они ведь наверняка с вами делились. Что говорили? Мне пришлось встретиться с... была делегацией литовцев. Вы знаете, они народ такой, чапурный, своеобразный. Вот они когда подошли, сказали, вы объясните, это у вас что? Одни родственники идя собираются? Я был ошарашен таким постановкой вопроса. Начали беседовать. Их удивило, что все, вот когда начало, все идут, обнимаются, здороваются. Потому что основная масса людей, местных людей, местных и там приезжих, они знают друг друга. Давно не видели, с кем-то учили, где-то вместе с кем-то работали. Понимаете, это... Вот для литовцев было просто, ну, они были удивлены, говорят, у нас тоже проводятся аналогичные мероприятия, у нас мало людей. Вот, ну, 20 тысяч, 15 тысяч, это же на той территории собрать, вы представляете, это... 15-20 тысяч, это только на территории Лясковичей одновременно собираются людей, гостей и участников. Да, и вот их надо всех накормить, напоить. Помимо того, что это все полесские регионы, которые исторически связаны между собой, да, вот этим географическим своим положением, расположением, кто еще приезжает? Приезжают россияне, приезжают фолкурные коллективы Польши, украинцы приезжают, потому что дальше в Белоруссии идет Полессия, дальше украинские Полессия. Ну, и в основном. Иногда иностранцы, иногда немцы попадают на это дело, специально вот где-то находятся, кто-то им объяснит, там в Минске ездят, едут просто посмотреть. Очень большой сейчас запрос именно на подобные мероприятия этнокультурные, поэтому, конечно, я думаю, что с каждым годом все больше и больше у вас гостей из-за рубежа будет приезжать, потому что такие вещи сейчас уже редко где можно увидеть, и их мало где сохраняют. Насколько масштабным ожидается будущий фестиваль? Сейчас какие-то секреты от организаторов? Можете нам открыть, проанонсировать, что будет? Понимаете, заранее открывать карты, я это не считаю, это неправильно, я не хочу. Ну, это будут традиционные какие-то вещи, подворья. Будет, и новизна будет. И новизна будет. Какие-то новые моменты, именно связанные с культурной программой, да, что-то новое можно просто увидеть. Как много ремесленников, мастеров и коллективов пригласили в этом году? Я уже говорил, что 8 районов, а каждый район будет представлять свое подворье и все то, что когда-то было в старые времена, чем занимался район. То есть это уже каждый район, кого он с собой привезет и что у себя он считает достойным внимания, да, такого количества людей? Они уже все это сами решают. Столинский район, там есть деревня Городная, вот они, все эти горшки, глячки, все то, что в чем молоко, хранили пищу, они по сегодняшний день этим занимаются. Конечно, они будут представлены. И представлены не то, что там продажи этих изделий, а производством их. Это интересно таки. То есть и процесс производства каких-то уникальных вещей можно будет увидеть и в качестве сувенира себе оставить. Николай Николаевич, как такое большое количество людей разместить и прокормить во время фестиваля? Ну, дело в том, что разместить эта нагрузка ложится не только на комплексы национального парка, это и на районы, на гроусадьбы. Все, что в Житковицком и Петриковском районе, где можно заселиться, все будет заселено. Все. И кормиться, и в нашу общепит, ресторан, будем кормить всех. Все бывающие. Готовы, да? Да, мы готовы к этому. Какие варианты есть для размещения, для того, чтобы место забронировать, чтобы вы посоветовали людям, у которых нет еще опыта посещения фестиваля, но которые хотели бы в этом году впервые приехать? Заранее надо зарегистрироваться в туротделе. У вас, да? У нас, да. То есть найти на сайте номер? Ну, и что хочет там, потому что услугами гостиница, и в Лязковичах, Дорошевич, и там сосны, и в старушках есть. И уже исходя из своего бюджета, в палатке просто можно быть, да, на территории вашего кемпинга? Да, в палатках просто, да. Есть места, где в палатках, на здоровье, кто как, кто на что способен. Да, очень, конечно, советуем всем не пропустить это мероприятие, следить за новостями, все будем на телеканале «Беларусь4» сообщать, рассказывать. Хорошая музыкальная программа. Да, уникальная. Такого действительно нигде больше не увидишь. У нас есть вопросы, которые пришли на наш вайбер. Давайте сейчас мы коротко постараемся каждому уделить внимание. Мне скоро будет 24, хочу красиво отметить день рождения. Скажите, можно ли на территории парка разместиться на природе или надо в домике? И еще, можно ли с музыкой? Можно. Можно? И с музыкой, можно и в ресторане, можно и на природе. Заявочку в туротдел. Ловля какой рыбы запрещена в этом сезоне? Сейчас есть запрет? Нет, сейчас запрета нет. Кроме Краснокнижникова. Краснокнижникова у нас один стерлядь. Ух ты. А какой вообще самый максимальный трофей, с которым уезжали рыболовы из национального парка? Ну, сумма 90 килограмм. А может кто-то и больше поймал, потому что самый крупный трофей я еще не пойман. Понятно. Поэтому все стараются его поймать. Шансы есть. Да, значит, а поохотиться она сама. И кто еще у вас есть? Порыбачить на сама. Да, порыбачить. На судака, на щуку. Есть возможность, нужно ехать. Да. У меня подруга участвует в конкурсе красоты «Полеская прохожунь». Желаем удачи вашей подруге. Тоже одна из фишек этого фестиваля. Это то, что в его время выбирают самую красивую девушку. Полесья, представительницы всех полесьских регионов, сражаются за звание прохожуни. Интересно, Николай Николаевич, смотрите? Следите за прохожунями. Смотрим. Да, смотрите? А кто же за прохожунями смотрит? Ну да, тоже интересно. Не задумывайтесь над тем, чтобы создавать новые туристические объекты. Видел, как в других странах удается сочетать несколько видов туризма. Бывает на пустом месте поставят статуи и говорят, бросьте монету на удачу. Может и нам так. Есть какие-то легенды? Ведутся работы сейчас в национальном парке. Я думаю, что наверняка с таким местом, которое исторически достаточно... Будет что показать, будет совсем другое разнообразие будет. Другой подход появился сейчас. Но мы тогда, когда будем открывать, тогда все узнают. В парке нужен пиар-менеджер, спрашивает Павел. Естественно. У вас пиар-служба есть? Нет. Павел, у вас есть шанс? Шанс, да. Да? Вообще, специалистами вы сейчас полностью оснащены или кто-то вам нужен? Потому что такая огромная территория, такое многообразие объектов и направлений. В основном обеспечены. Это местные жители? Местные жители. Люди, которые у вас... Не, приезжие, ну, из района, с республики. Есть открытые вакансии? Может быть, кто-то нужен для Асковича? Кто-то нужен, это в отдел кадра надо звонить. Хорошо. Скажите, пожалуйста, в Национальном парке Припятске мы знаем о том, что Асковичи – это некогда такая маленькая полейская деревушка, а сегодня это такая инфраструктура, которая еще не в любом районном центре есть. Этому вы уделяете внимание действительно большое и добились здесь определенных успехов. Но есть люди, которым, в общем-то, не столь нужны звезды в гостинице, а которые хотели бы окунуться в атмосферу старого, самобытного, полесья. Может быть, вспомнить свое детство, такие еще недавние времена, в баньке попариться, ну, не знаю, может быть, сено покосить. Это можно сделать у вас? Да, можно. Этнотуризм такой, да? По вашему сведению, этот момент уже занят. Появились агроусадьбы на территории Петриковского района, их за 200. Вот там можно пожить и в старом доме, понимаете, и покосить. А агроусадьбы у вас активно открываются в вашем регионе? Активно, активно, да. Да? Да. Ну, поэтому немножко... А составляет вам конкуренцию? Естественно. Естественно. Это и хорошо, потому что теперь уже нету наплыва, понимаете, и люди не стоят в очереди. А раньше можно было не попасть, да? А раньше можно было не попасть, да. А сейчас уже так более-менее нищая эта вот открывается. Там дешево и... Дешевле, чем у вас. Дешевле, чем у вас. Дешевле, ну, там и столько же услуг нету, как у нас. Ну, там уже, по сути, ответственность за свой отдых ты берешь сам на себя. Да, сам на себя. Да, и куда тебе отправиться, и что увидеть. А в национальном парке можно с опытным, квалифицированным человеком, который и зубра в лесу покажет, да, и самые рыбные места откроет. Скажите, пожалуйста, на что нужно ориентироваться, на какую сумму, чтобы приехать к человеку, который действительно любит природу, который хотел бы хорошо познакомиться с этим полесским регионом и отдохнуть в Лясковичах несколько дней. То на что нужно ориентироваться? Надо 60 рублей в кармане иметь. 60? Да. Это, ну, немного, это на выходные. Это не так много. Да. Это не так много. Это, я говорю, если кемпинг там, или, естественно, где-то расположиться в своем транспорте, потому что сейчас эти вагончики прицепные есть. Сейчас же цивилизация идет. Человеку, для которого надо только натура, природа. А все остальное у него есть. И кухня в машине. Поэтому мы, у нас это все развито. Можно просто на вашу территорию просто приехать, поставить палатку и жить так. Или жить на агроусадьбе, а услуги получать у нас. Там охота, рыбалка, экскурсии, путешествия разные, экологические тропы. А экологические тропы, насколько протяженные, готовы поводить, измотать туриста? Какая протяженность экологической тропы? Экологическая тропа – это походить. Да, я понимаю. Ну, это километры есть полтора и два по-разному. Есть шесть километров. Для разного уровня подготовленности туристов? Разные категории, да. На велосипедах, на... Можно останавливаться и фотографировать. Да, останавливаться, специальные места есть. Я думаю, что на самом деле для спокойного отдыха, для отдыха семейного, с детьми, это место просто создано. Ну, а для тех, кто хотел бы познакомиться с культурой, действительно в нее окунуться, погрузиться, нужно не пропустить зов Полесья в этом году. Скажите, пожалуйста, над чем сейчас работаете, какие планы на перспективу для себя определяете? В плане развития национального парка в Репетске. Я же вам говорю, что разработана программа развития. Давайте подробнее. Нет, мы ее не будем озвучивать, потому что это все... Эта программа, она в действии, в деле, и заранее показывать и рассказывать не стоит. Но каким будет Наспарк в будущем времени? То есть это еще новые направления развития туризма и инфраструктуры для отдыха, либо же и научное направление в большей степени? Проделу совершенства нет в любой отрасли. Да. Так же и в национальном парке. Это действительно так. Это действительно так. Какие-то новые виды животных, рыб появятся у вас? Ну, дело в том, что новые виды животных, это интродуценты. Должны быть в национальных парках, в заповедниках те животные, местные, то есть которые жили и живут в естественной среде. Можно и жирафа завести, можно там, что хочешь, но это, понимаете, это не наше. И это чуждо нашей природы. Непонятно, как себя вот эти завозные животные, как себя и растения поведут. Да, а мы будем сохранять то, что исконно, долгие века, да, было только нашим. Николай Николаевич, мы сегодня слышали мнение местных жителей, мы слышали ваших специалистов, что вы больше всего любите на территории национального парка Припятский и в целом Полесье. Что для вас самое дорогое, самое родное? Есть какое-то место любимое? Есть. Есть. Не место, а места. Поделитесь, пожалуйста. Потому что я много работал здесь и всю Белоруссию, в принципе, видел. Ну, такой красоты, как у нас. Вот есть места, где запах, ну, есть, как говорится, запах родины, где нету запаха населенного пункта. Да. Понимаете, вот розовое ветрог расположено так, что там стоишь и дышишь абсолютно в другой воздух. Желаю всем обязательно вдохнуть этот воздух, всю эту красоту увидеть. Спасибо вам огромное. Удачи всем вашим планам и хорошего праздника. Спасибо вам, Ольга. Николай Бэмбиза, начальник отдела охраны природных комплексов лесопользования и охотничьего хозяйства Национального парка Припятский. Заслуженный лесовод Беларуси был сегодня нашим гостем. Спасибо вам за внимание и до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok